Люди, вот такое отношение, вот мне сейчас показали. Давайте, оно с Богом не приемлемо. Он не приемлем Богу меру, понимаете? Благодарю, если бы ты был холоден или горяч. Но так как ты не холоден и не горяч, а тепл, извергнуй тебя из уст моих. Вот Бог что говорит нам. Если вы горяч, вы будете подчиняться Ему как следует. Вы будете исполнять волю Христа. Исполнять заповеди Христа. А если вы тепленький, вы не так левой ногой что-то там сошли, там сделали какое-то религиозное действие. Нет, люди, религия не спасает. Реальность спасает. У вас должна быть реальность. Иисус Христос есть реальность. У вас должны быть живые отношения со Христом. Он есть реальность. Реальность. Он докажет вам себя, если вы будете подчиняться Ему. Он обещал. Ёх. Ёх. Он обещал. А если холодный? А если холодный? Если холодный человек, он знает, что он грешник, что идет в ад. По крайней мере, он знает, что он не обманывает себя. Он знает, что он идет в ад. Он знает, что он в плохих отношениях со Христом. Холодный человек знает, куда он идет. Он знает, если Бог есть, у я в большой беде. А теплый? Ну, я вроде как веру в Бога. Но я не особо такой фанатик, как они называют. Он и теплый. Вот таких изверг нет из уст. Потому что они стыдятся Христа. Им стыдно выйти проповедовать Христа. Они не могут даже победить грехи. Да, потому что они не очень любят Христа. Я таким тоже был, но Христос меня пробудил. Он меня, слава Богу, не отправил в ад. Слава Богу, он умер тогда. Он меня пробудил очень сильно. Очень сильно. Ему пришлось много чего-то делать. Я здесь стою и вас пробуждаю. Христос через меня к вам говорит. Может, это у вас пошли эти шансы. Может, вы умрете сегодня. Кто знает. Может, вы умрете сегодня. Раз, грузовик приехал, и все. Может, вы больше никогда не будете иметь шансы примириться с Богом. Может, это ваш последний шанс. Вы слышите о Боге. Вы ожесточаетесь, а отошли. Раз, тропа в сердце лопнула. Раз, инсульт. Все, вас нет. Вы в морге. Вам бирку на ногу клеят. И вы в ад летите. Понимаете? Это реальность. Люди, это реальность. Если бы по телевизору показывали морги московские, сколько туда каждый день людей приходит, мы бы к Богу гораздо серьезнее относились. Я стою у вас не к тому, что я вышел вас отчитать, покритиковать. Нет. Это Божья любовь. Она кого любит, обличает. Обличает. Лучше я вас обличу и скажу вам сейчас подчиняться Христу, отгонуться от грехов, чем вы умрете, и пламя будет вас обличать. Ярость Бога вечно вас будет. Вы уже не выйдете оттуда. Без ада не перебираются в рай. Он не выходит. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и в ад, и я возлюблю его, и я возлюблюсь ему сам. Если вы начнете подчиняться заповедям Иисуса Христа, если вы придете к нему попросить, Библию достаньте в любом книжном магазине, откройте, почитайте, помолитесь к Иисусу, чтобы Он пришел к вам в сердце, чтобы Он внутри вас будет. И Он вам покажет, Он говорит, почувствуйте, почувствуйте. Бог не любит грех. Бог ненавидит грех. Давайте я почитаю веткозаветный Псалом 5 царя Давида. Что Он говорит про Бога? Давайте послушаем. Псалом 5. Вот что Давид пишет. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут перед очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь творящим нож кровожадного и коварного, гнушается Господь». Понимаете, что Бог ненавидит зло? Понимаете, что вы сейчас враги Божьи, большинство из вас. Если вы не бойтесь за крестом, не покаялись от греха, вы враги Бога. Понимаете, что Он со своими врагами сделает? Он их отправит туда, куда пойдет дьявол, его главный враг. Иисус Христос хочет примирить вас с Отцом, вытащить этот грех, который между вами и Отцом, простить вам этот грех и научить вас стоять против греха, чтобы вы больше произвольно не грешили, чтобы вы вообще не грешили. Понимаете, как Иисус прощал грехи, Он говорил, «Иди, в предне греши». Он не говорил, «Иди, греши поменьше». Почему Он так говорил? Я вам скажу, почему Иисус так говорил. Позлание к евреям. Дава 10. Позлание к евреям. Я иду. Позлание к евреям. Я иду. Позлание к евреям. Стих 26. Иисус так говорил. Да, я там садись. Чтобы служить дьяволу, вам не надо быть сатанистом обязательно. Главное заповедь сатанистов – делай все, что хочешь. Если вы не отвергаете себя, вы служите дьяволу. Именно поэтому Иисус сказал, если кто хочет следовать за мной, отвергни себя, возьми бес свой, следуй за мной. Кто хочет душу свою сберечь, потеряет их. А кто потеряет душу свою, ради меня сбережет их. Вы понимаете, что ваш плотский человек – он враг Бога. Он враг по природе с Богом. Он хочет все, что лукаво. Все, что… Он думает только о себе. Бог не такой Бог. Он на всех посылает дожди, на добрых и на злых. Он хочет, чтобы злые спаслись Бога. А наш плотский человек, он эгоистичен, эгоцентричен. Он думает только о себе, только о своих похотях, о удовольствии. И мы пойдем в ад, если мы будем служить плотского человека. Поэтому Иисус Христос сказал, если кто хочет следовать за мной, куда Иисус идет? В Царство Небесное. Отвергни себя, возьми бес свой, следуй за мной. Кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее. Кто потеряет душу свою, ради меня сбережет ее. Ибо какая польза человеку обрести весь мир, на лучшее себя повредить? Какой выкуп человек дадься от души? И Христос говорит, вам, вам, ко мне, к нему, ко всем. Люди, если мы будем жить для себя, мы пойдем в ад, это точно. Это точно, что мы эгоистичны. Эгоизм противит Бога. И наш эгоизм имеет три плода. Похоти. Похоти плоти, похоти очей и гордость житейскую. Через эти три похоти дьявол держит весь мир. Весь мир лежит во сне. Весь мир подчиняется дьяволу за исключением тех людей, кто покаялся от греха, следует за Иисусом. Несет свой кресло. Люди, это не шутки. У нас Бог не Бог шуток. У нас Бог очень серьезный Бог. Он серьезный, люди. Это не игрушки. Уберять, вы можете убереть сегодня и проснуться в аду. Если вы туда покажетесь, все вам горе, вы проклятые люди. Потом отзывал Богу брошено, Божье, наполненное сердце, ярость. Хотите ли вы это для себя? Страх Божий, начало мудрости. Вы спросите, что он дугает? Ну, страх Божий, начало мудрости. Вы должны понять, кто есть Бог и в каком вы положении перед ним находитесь. Вы должны понять, что вы умрете и будете давать отчет. Все ваши тайные дела будут открыты. Ничего не удастся перед Богом. Ничего. Вы ничего не спроете от него. Все, что вы сделали в тайне, будет видно. В возмездии за грех, смерть. Понимаете? Бог будет управлять вас в ад. Единственный способ спастись, прийти к кресту, отвернуться от греха, вырезать грех от вашей жизни. Кто выше креста? Христос поможет нам, если будете молиться. Если будете поститься, молиться всем, что Христос поможет. Он поможет вам вырезать грех от вашей жизни. Подчиняться ему. Если вы претерпите так до конца, вы спасетесь. Если вы претерпите год, а потом скажете, ой, я хочу назад грешить. Нет, да вы не спасетесь. И тем, что вы станете религиозными, будете иногда сниматься религией, религии не спасают люди, религиозные люди распяли Иисуса Христа, книжники и фарисеи Израиля. Распяли их. Он пришел, почему они его распяли? Потому что они его ненавидели. Потому что его слова обличали их. Иисус Христос говорит, кто любит меня, тот соблюдет слово Мое. И я, Отец мой, вонлюбимого, придет в Него, обидчат, в Него состворят. Прямо внутри вас есть. Если вы знаете, пасучки, Богу будет жить прям внутри вас, на земле. Апостол Павел говорил, раз вы не знаете, что вы за Божий, и Дух Божий живет в вас. Христиан, если вы не поведуете Христу, ваш Бог наполняет Небесом, он становится отелем и гражданом. Отелем. И Христос может освободить вас. Христос изгоняет Бесы. Христос изгоняет все. Христос – это высшая сила духовка во всей Вселенной. Христос, Отец Небесный, явил Себя нам через Иисуса, Христос, Его Сыном. Отец, Которого не видел никто, Который Бесначальный, Который есть Дух, Который не имеет начала и конца, явил Себя нам через Сына Иисуса. Когда Христос спрашивали, покажи нам Отца, я довольна для нас? Он говорил, столько времени я с вами, и вы не знаете меня. Видевший меня видел Отца. Я в Отце, Отец во мне.